Хочу пригласить Евгения Борисовича Когана, профессора высшей школы экономики, президента инвестиционной группы «Московские партнеры». Я хочу с ним поговорить о том, как сохранить сейчас деньги, потому что мне часто задают вопрос, в чем хранить, в долларах, евро, какие акции покупать и так далее. Это очень важно, мы уже на связи. Евгений Борисович. Да, добрый вечер. Я думаю, сейчас радиослушателей всех очень беспокоит. Что произойдет с их сбережениями? В рублях, в долларах, евро? Какие акции покупать? Может, наоборот, все продавать? Что будет с недвижимостью? Дорожать, дешеветь? Вы профессионал в этой области. Хотелось бы узнать вашу квалифицированную оценку и дать советы. Отлично. Ну, давайте начнем со следующего. Первое. Мы действительно находимся в кризисе. Кризисе очень серьезным, но острая финансовая фаза этого кризиса, она прошла. Она была примерно неделю назад, когда падало абсолютно все. Падали цены на золото, на комодитис, на очень качественные облигации, некачественные. Падало абсолютно все. Падало по одной причине. Это был жесточайший кризис ликвидности, когда, извините за выражение, продавались последние трусы, только чтобы закрыть дыры в результате возникших маржин-коллов. Иначе говоря, многие позиции люди покупали на кредитные. И в тот момент, когда стало все валиться, и валиться очень сильно, то вынуждены были банки резать просто маржинальные позиции клиентов. То есть те позиции, которые были в кредит. Теперь, что сделали американцы? Собственно говоря, они предоставили невиданную, колоссальную, безумную ликвидность, измеряемую триллионы долларов. И фактически, этими деньгами, вот этот пожар, который был, то есть не кризис, а вот именно острую фазу финансового кризиса, который всегда предшествует всему, что происходит потом в реальном секторе, они залили. И после этого, как ни странно, рынки стали расти. И мы видим уже полторы недели практически безостановочный рост восстановления рынка. Означает ли это, что все, кризис закончился? Нет. Дело в том, что реальное и виртуальное, оно не всегда совпадает. Теперь давайте конкретно. Ценные бумаги. Я считаю, что в принципе, несмотря на то, что могут быть еще просадки рынков, могут быть еще достаточно серьезные какие-то проблемы и ужас, 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 но американский фондовый рынок, наверное, очень сильно, подчеркиваю, очень сильно в ближайшее время падать не будет. Просто его остановили, залили деньгами, в нем много ликвидности. Как мы это видим? Какие индикаторы? Смотрите, во-первых, развернулись валюты. Мы видим, что если, скажем, в острой фазе кризиса падал британский фунт, канадский доллар, евро против доллара, то сейчас все наоборот. Разворот валют довольно мощный произошел. Процентов на 5-6. Это много для валют. Второе. Стремительно выросло золото. Ну, а золото обязано расти просто потому, что это альтернатива. Когда не знаешь, куда идти, ходишь с бубей. Не знаешь, что покупать в моменты, когда очень страшно, покупаешь золото. Вот. Плюс огромная ликвидность, плюс сниженные процентные ставки. Это шикарная ситуация для золота. Золото отросло и, в общем-то, падать не собирается. Оно сейчас, так сказать, остановилось на уровне чуть выше 1600 долларов за тройскую унцу и прекрасно себя чувствует. Окей. Какая у нас проблема есть сегодня? Это цены на нефть. Здесь действительно проблема. Это бьет страшно по, прежде всего, России, по нефтепроизводителям, ну и, естественно, по рублю. Теперь давайте два слова о рубле. Почему наш рубль относительно такой стабильный? А дело в том, что Россия, несмотря на то, что сейчас эта ситуация бьет очень серьезно и по бюджету, и по всему, как ни странно, достаточно неплохо подготовлена к данной ситуации. Россия накопила огромные резервы. Есть бюджетное правило. В тот момент, когда рубль укреплялся полгода назад, и, в общем-то, рубль мог быть и 50, так сказать, и 55, и так далее, в этот момент наш Минфин скупал доллары на рынке. Сегодня, исходя из бюджетного правила, то есть если нефть ниже, чем 40 долларов за баррель, то Минфин покупает рубли, продает валюту. То есть это, в общем-то, закон, это не потому, что мы гасим, так сказать, деньгами всю эту ситуацию, а просто потому, что есть такой закон, и мы обязаны следовать. Ну, да, надо признаться, что Минфин чуть больше продает, чем продавал бы в обычное время. Но зато нет паники. Рубль попытался было упасть, полететь на уровень выше 80. Минфин сегодня его держит. Ну, у всех вопрос, а долго ли сможет держать. Проблема вот в чем. Вернее, на наше счастье, резервы в России огромные, одни из крупнейших в мире. И они позволяют, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, это точно, а Минфин говорит, что в течение нескольких лет спокойно выдерживать ситуацию неблагоприятную с точки зрения нефти. Так что рубль может просесть? Может. Стоит ли сейчас бежать на рынок и стремительно скупать доллары, особенно в обмене, где спреды широкие? На мой взгляд, не стоит. Потому что, во-первых, вас разденут на курсе. Вы будете покупать не по 79,5, не по 80, как торгуется, а будете покупать по 82-83. Ну, допустим, нефть еще упадет. Теоретически это возможно. Сейчас 22,5 бренд торгуется, это очень низко. Может стать рубль 85, если, допустим, будет 20. Ну, 84-83. А 150 может стать рубль? Не может. Вот такой вопрос. 250, 300. Скажем так. Есть такое выражение, never say never, никогда не говори никогда, потому что только идиоты говорят, я знаю, что будет, и я могу твердо сказать, будет так. Я не идиот. Но, тем не менее, сегодня основы для того, чтобы, если, скажем так, цены на нефть не будут держаться год, два, три вот на таком уровне, то я не жду рубля ни по 120, ни по 100, ни тем более по 300, 400 и так далее. Поэтому, вы знаете, сейчас масса рублевых инструментов, причем хороших рублевых инструментов, дает доходности 8, 10, 15 и более годовых. Вот, Евгений Борисович, вот вопрос. Простому россиянину, который не знает, что такое маржин колл там, да, вот что ему сейчас делать? Вот у него лежит там 300-400 тысяч рублей или там 100 тысяч рублей в рублях, в наличных, безналичных, вот что с ними сейчас ему делать? Он же хочет как-то их сохранить там на год, на два, на три. Первое, я бы лично, еще раз, я говорю не за всю Одессу, как говорится, за себя, но мое точка зрения следующая, уже остались в рубле, не успели купить по 60, там, 65, сидите в рубле, полно инструментов, которые можно купить с хорошей рублевой доходностью, там, 10-15 годовых. Приведу конкретный пример, вы скажете рискованно, ну, я думаю, не очень. Например, есть такая компания, называется Рольф, я посмотрел их финансовую отчетность, у них все неплохо с деньгами. И они год, год по счету, где-то полгода точно, могут продержаться, даже если будет все очень плохо. А я думаю, что потихонечку ситуация к мае и к июню будет улучшаться. Так вот, Рольф недавно разместил облигации, и у них в кассе достаточно много денег. Доходность облигаций Рольфа сегодня, я так как пример дал, просто вот, я могу привести еще 5-6 таких примеров, 10. Доходность облигаций 15 годовых. Лично я, вот не боюсь, я покупаю облигации Рольфа, держу их. Хотите что-то более надежное, пожалуйста, у вас есть государственные облигации под 6-7 годовых, тоже нормально. Есть еще одна компания, тоже очень интересная. Вы скажете, очень опасный сектор, я имею в виду девелоперов. Есть такая компания, самолет называется. Знаем. У них тоже облигации сейчас дают очень высокую доходность. Страшно, вы скажете, что девелоперы сейчас в опасности. Нет, девелоперы, мне кажется, все-таки выживут, жилье будут покупать. И я тоже так думаю, я бы не покупал, я бы не покупал в инвестиционном смысле жилье, но покупать будут самолет. Для жизни. Для жизни будут, а самолет делает вполне себе неплохое жилье, и мы на Ходынке много этого видели. Так что смотрите. Евгений Борисович, давайте мы вам скажем большое спасибо, потому что у нас уже тут реклама там и так далее. Значит, мы с вами сделаем как-нибудь такой большой эфир и подробно все обсудим. С огромным удовольствием. Есть еще мировой рынок, есть что обсудить. Спасибо. Спасибо, спасибо.